Есть. Добрый вечер, дорогие любители футзала. Мы проводим трансляцию со спорткомплекса «Пионер» на матче объединенной 10-й и 11-й лиги между командами «СВ Войт», «НК» и командой «Драфт-2». Точно называется название этой команды. Мы немножко из-за технических проблем начало трансляции немножко начали позже, поэтому упустили представление команд, выбор поля, площадки. Значит, команда «Драфт» играет сегодня в зеленой форме. Соответственно, команда «Войт», «НК», сложное название, кстати, с присутствующим «НК», и, наверное, это никакая не компания. В общем, до игры мне не удалось уточнить, что же обозначает название этой команды. Вот они играют в белых футболках, белой форме и синих трусах. Счет 0-0. Игра началась. Так, что касается турнирного положения этих команд, то это команда такая, встреча между командами середины турнирной таблицы. Драфт занимает седьмое место в лиге. «Войт» немножко, вот, первую атаку провел драфт, и очень опасный момент. Команда «Драфт» номер 2 игрок, игрок драфта. Так, игрок команды «Драфт» номер 2. Это серый Сергей наносил удар. Так что первый момент, первый удар в нашей встрече уже состоялся, и первый опасный момент, можно назвать. Так вот, я продолжу. Команда «Драфт» — это седьмое место в турнирной таблице. С.В. «Войт» — двенадцатая. Ну, очковое расстояние между командами не очень большое. Семь очков у «Войта», и целая большая группа команд также имеет семь очков. Ну, и тринадцать очков у «Драфта». После круга соревнований «Лига» разделится на десятую и одиннадцатую, поэтому, я думаю, «Драфт» явно претендует все-таки на команды более высокого класса. Ну, а С.В. «Войт» пока, я думаю, еще не определился, какой лиге и какому уровню соответствует их футзал. Но это их не смущает. Я думаю, поставленная перед ними сегодня задача — это победа. Ну, собственно, как и перед командой «Драфт». По прогнозам организаторов Кубка «Универ» как раз и «Драфт» имеет некоторое преимущество. Кстати, я не представился, да, прошу прощения. Сергей Гриценко ведет для вас сегодняшний матч, ведет эту трансляцию в это вечернее время, хотя вы можете смотреть и наш матч и в другое удобное для вас время. А мы в вечернее время наблюдаем противостояние этих двух коллективов. Итак, представлю составы команд. С.В. «Войт», номер два — «Летучий Валентин», номер пять — «Социкян Саяк», седьмой — «Чибанов Алексей», номер восемь — «Войтенко Павел», десятый — «Прудников Виталий», одиннадцатый — «Милентьев Евгений», номер один — «Вратарь» — «Чубенко Александр», номер пятнадцать — «Пономаренко Артем», семьдесят седьмой — «Баби Максим» и номер восемьдесят восемь — «Уплясуна Дмитрия». Выражу отдельную благодарность протоколистам обоих команд. Очень хороший протокол, с очень разборчивыми, крупными фамилиями. Это не характерно для участников Кубка Универ. Все время приходится разбираться в фамилиях, а тут просто прекрасно заполнены протоколы. И вот я перехожу к представлению команды «Драфт». Номер один — «Горелов Игорь», защищает рамку ворот своей команды. Десятый номер — «Грузимидзе Тенгиз», номер девять — «Ворчак Олег», одиннадцатый номер — «Сулейман Рустам», восьмой — «Ярыгин Семен», второй номер — «Серый Сергей», уже он был героем одного из эпизодов, двадцать пятый номер — «Пухкала Андрей», четвертый — «Пылып Руслан» и пятый — «Матевасян Артур». Вот и команды «Драфта». Матч обслуживает бригада арбитров. Абрамов Виктор в составе Абрамова Виктора и Ващука Сергея. Ну, соответственно, справа от нас, от меня, от камеры, вы видите арбитра Ващука. А слева, соответственно, Абрамова Виктора. Итак, пока что матч проходит в корректной, чистой борьбе. Ну, скажу, что трансляция идет, напомню, с комплекса «Пионер». Мне кажется, к вечеру уже немножко запыленный зал, запыленное поле для игры. Поэтому уборщица спорткомплекса «Пионер» явно болела сегодня не за чистую игру этих двух коллективов. Ну, думаю, команды как раз играют чисто, и мы ожидаем чистый, интереснейший и захватывающий матч. Пока что 0-0, борьба достаточно ровная, контролирует мяч, ну, по общему впечатлению, мне кажется, что команда «Драфт», ну, ей положено, скажем так, они фавориты этой встречи. Поэтому, может быть, это так и предполагалось. Некоторая неточность в операции, в передаче прошу прощения. И сейчас мы уже более конкретно начнем знакомиться непосредственно с игровыми четверками, где-то со структурой игры. Итак, на поле у «Драфта» «Сулейман Рустам» 11-й номер. 5-й «Мативасян Артур». Номер 10-й «Грузы Мидзит Тенгиз». И номер 8-й «Ярыгин Семен». Вот такая вот замечательная четверка, которая сейчас в ближайшее время, я смотрю, проведет ротацию. Ротацию на поле появятся другие футзалисты этой команды. «По турнирному положению я, в общем, вам сказал, три очка в этой встрече. То есть победа важна для обоих коллективов. Победа драфта позволит им несколько подняться в турнирной таблице и все-таки уже оказывать давление на лидирующие команды. Ну а победа для Войта, СВ Войт, команды, позволит набрать 10 очков и все-таки более активно навязать борьбу командам, которые хотят попасть именно после раздела в 10-ю лигу. Я не сомневаюсь, что, наверное, такие планы есть и у Войта. Но для этого нужно побеждать в этой встрече, да и в оставшихся. Прострел. Вот как раз четкие намерения. Это 88-й номер коллектива СВ Войт. Плясун Дмитрий простреливал на дальнюю после индивидуально сильных действий и создал некоторую угрозу. Воротам противника. Пока что дело до опасных моментов, до обострения не доходило. Вот по-настоящему опасных. Команды пытаются взять мяч под контроль и контролем мяча навязывать. Ой-ой-ой-ой-ой. Нарушение правил и пенальти. Четко фиксирует Абрамов Виктор нарушение правил. Желтая карточка сносил. Сносил игрока вратарь команды «Драф» Горелов Игорь. 11-метровый в большом футболе в футзале. Это 6-метровый удар. Травму, травму получил игрок СВ Войт. Вынужден, наверное, покинуть площадку для оказания медицинской помощи. Летучий Валентин. Летучий Валентин не сможет исполнить пенальти. Хотя нет, мужественный игрок остается на площадке, а к точке подходит номер 7. Чебанов Алексей. Итак, противостояние Алексея Чебанова и вратаря команды «Драф». Ну, без шансов. Без шансов. 1-0. Счет открыт. СВ Войт открывает счет в нашем матче. Из центра поля разводит команда «Драф». Ну что ж, пенальти, желтая карточка. Удивительно, кстати, что Войт не настаивал на удалении вратаря. Ну, видно, наказание в виде пенальти показалось им вполне достаточным. Ну, напомню, что игру уже «Горелов Игорь», вратарь «Драфта», продолжает с желтой карточкой. Игроку нужно быть очень внимательным. Еще одно подобное нарушение приведет к его удалению. Смотрю, у нас коммейки запасных, кстати, нет запасного вратаря у «Драфта». Поэтому для команды это будет, я думаю, неприятно. «Драфт» контролирует мяч. Вот так, кстати, сенсационно, спокойно, без нервов, особо не контролируя мяч. СВ Войт открыл счет острым эпизодом. Но, опять же, скажу вам, что «Летучий Валентин» — это его заслуга не меньше 80% в этом мяче. Своим блестящим проходом, блестящими действиями прикрыл корпусом мяч и заставил нарушить вратаря на себе. И снова, снова, это девятый номер команды «Драфт». Верчак Олег небрежно отдавал пас на партнера. И «Летучий Валентин» снова мог уже удвоить счет в сегодняшнем матче. Пробивал, но вовремя подправили партнера его в эпизоде. Так, спокойно начинают разыгрывать мяч игроки на столба. Но на Валентина Летучего хотел как на столба сыграть. Но по фактуре Валентин не очень фактурный игрок. Поэтому партнеры, наверное, на технические данные этого футзолиста полагались. Так, а вот желтая карточка игрока СВ Войта номер 10. Прудникова Виталия. Ну, я так понимаю, за некоторое неспортивное поведение на нестандартную реакцию игрока как-то судья уже наказал его желтым атрибутом судейским, когда Валентин был за площадкой. Ну, я так понимаю, за отброс мяча. Не Валентин, Виталий, простите. Простите. Десятый номер, желтая карточка. Прудников Виталий. Виталий. Ну что ж, нужно спокойней, более эмоционально выдержанно. Ну, мне показалось, он, наверное, не был согласен с мнением арбитра, кстати, на какого-то эпизода. И с таким действием выразил свое несогласие. О, что, какой опасный момент. Что не характерно для футзала, комбинацию разыгрывала команда Драфт с выводом игрока Драфта на удар головой. И головой наносил удар номер 11, Сулейман Рустам. Хотя я могу ошибаться, в спорткомплексе Пионер не предусмотрены повторы, поэтому установить кто. Но игрок Драфта наносил удар головой. И чуть не сравнял счет в матче, чуть не открыл счет голом команды Драфт в этом матче вот таким элементом игры в футзал. Контролирует по-прежнему Драфт больше мяч. Пока что это не дает особых плодов для команды. Но некоторая паника наблюдается в рядах СВ Войт. Выносят защитники мяч даже в не очень опасной ситуации. Я смотрю, комбинация с набросом на голову своему партнеру Драфтом отработана. Не первый раз они повторяют эту комбинацию. Наверное, тренерский почерк. Тренерский почерк Кузьминых. Наблюдается у Драфта. Может быть, наигранная комбинация. Аут разыгрывают. Аут разыгрывают Драфт. И в очередной проход Рустам. Номер одиннадцатый Сулейман Рустам направлялся. Но его прервали партнеры по команде. Очень интересный. Интересным разрезающим пасом только что тот же Рустам искал мотивося на Артура. Хорошо взаимодействуют два футзалиста. Но не ожидал, наверное, паса Артур. Но партнер очень здорово нашел его пасом. И контратака СВ Войта. Я напомню, в предыдущей контратаке они по итогам предыдущей контратаки даже открыли счет. Но это не такая результативная была контратака. И мяч вышел за лицевую линию. Вратарь вбросил. И мяч снова ушел. Так, ротация в обоих командах. Четверки поменялись. Мне кажется, в среднем четверки проводят больше, чем по три минуты игрового времени за свою каденцию. Для драфта это, наверное, такая заготовка. Тренер лучше понимает функциональное состояние собственных футболистов. У СВ Войта просто, наверное, так распределили. Я смотрю, две полные четверки у драфта на скамейке запасных. То есть, двумя четверками играет у СВ Войта. Восемь футболистов в запасе. Простите, девять. То есть, две четверки. И есть возможность еще одного. Провести еще одну замену. Провести некоторое усиление состава. Девять человек в игровой форме. Ну, плюс десятый вратарь уже, естественно. Ну, пока что по функциональной готовности обоих коллективов могу сказать, что прекрасно держат темп оба коллектива. Беговой, игровой. Не хватило только что площадки. Номер два, Серому Сергею, игроку команды драфт. Разогнался так, что влип в стену. Скажу, что... Так, снова небрежный пас игрока команды драфт. И летучий Валентин осуществлял еще один перехват. Сейчас, кстати, игроки СВ Войта взяли мяч под контроль. Спорткомплекс Пионер имеет некоторую особенность. Он немножко шире других залов, в которых проводится Кубок Универ. Шире, имеется в виду, по боковым линиям. Поэтому здесь можно разогнаться, так сказать, вылетая за боковую линию площадки. Что касается зала Кубка Универ, мне кажется, что зал Универ просто длиннее этого. Но, опять же, это по моим визуальным наблюдениям. Особенностью спорткомплекса Университета городского хозяйства, мне кажется, как раз этот зал наименьший из тех площадок, на которых проходят игры, турниры. Это впечатление, как-нибудь поинтересуюсь этим вопросом у организаторов. Измерены ли эти поля. Университета, может, они все даже одинаковые. Даже такой вариант допускаю. Это как бы такой визуально-оптический обман. Итак, драфт контролирует мяч, что характерно для этой встречи. Они пока проигрывают. 1-0, напомню. Но контролируют мяч и решительно, я думаю, хотят сравнять счет встречи. Розыгрыш мяча. Фолк чисто, чисто. Судьи не останавливают мяч. Борьба. Борьба у футболистов. Борьба в игровом эпизоде, но нарушение правил не зафиксировано. Значит, все в рамках правил. Летучий Валентин будет вводить аут. Игрок команды SV Void. Так, сейчас четверку. Давайте посмотрим, кто у нас на поле. Плясун Дмитрий. Летучий Валентин, я про это говорил. Цацикян Сая. Саят, Саят. Да простит меня и игрок. Действительно, прекрасно заполнен протокол. Но я могу, наверное, фамилия единственная или имя единственного игрока допустить ошибку. И вот и Плясун Дмитрий. После удара нанесенного седьмым номером, вот как раз мы не дошли до Чабанова Алексея, не перечислив его как игрока этой четверки. Нанес удар. Горелов Игорь мяч отразил. У Игоря, кстати, на футболке красуется номер один и имя Батя. Интересно позиционирует себя игрок. А может, просто такая футболка была в магазине. Так вот, отразив мяч, на добивание сыграл Плясун Дмитрий. Не подстраховали игроки драфта своего стража ворот. И счет уже 2-0. Ну и кто был фаворитом в этой встрече? Давайте, друзья, посмотрим. 2-0. Уверенно выиграют команда СВ Войт. Много мяч не контролируют. Но когда контролируют, реальная угроза возникает у ворот. У ворот драфта. 2-0. 2-0 и вот в очередном игровом эпизоде в борьбе. Ну, летучий Валентин прекрасно проработал с мячом. Но уже работал за линией площадки. Поэтому аут команды драфт. Опять же, розыгрыш мяча на столбах. А где-то Сацикян Саяц принимал мяч. Но выпустил его за линию ворот. Драфт достаточно быстро вернул себе мяч. Поэтому вот четверка в составе Сацикяна, Войтенко. А, нет, извините. Сацикяна, Ярыгина, Сулеймана и последний игрок коллектива. Ворчак Олега. Вот как раз сейчас контролирует мяч. И ведет атаку. Плетет такую паутину. Паутину драфтовскую вокруг ворот команды СВ Войт. Хотят вывести на удар и выводят. Выводят на удар игрока номер 9. Ворчак Олега. Но не точно. Поработал на статистику удара в сторону ворот. Олег улучшил ее выполнением технического элемента. Но глобально пользы команды от этого не очень много. Снова потеря мяча. И Войт будет вводом мяча начинать контроль. Контроль мяча в этом эпизоде. Ну, так сказать, Адриха подальше выбил надежно. Надежно распорядился мячом игрок команды СВ Войт. Дабы не создавать сложности вокруг собственных ворот. Вот футболист Сацикян Саят наносил удар. Опасно. Опасно. Ой, как здорово. Здорово распорядился мячом. Травма, травма. Получил 77-й игрок. Судьи останавливают ход встречи. Боби Максим отправился на скамейку запасных. Неудачно приземлился в рамках столкновения. Судей виду спорный. Удерживает мяч команда СВ Войт. Вернули мяч. Вернули. Драфту вежливый фейерплеевский поступок. Мяч очень быстро переходит от одного коллектива к другому. Только что номер 8. Игрок команды Драфт Яргин Семен наносил удар с реальной угрозой нанести мяч от стены. Отскочил снова к нему повторным ударом. Семен забил мяч в ворота. Но, естественно, он уже не засчитывался. К слову, арбитры могли и плохо отреагировать на это действие Семена. Удар мяча. Толго что игровой снаряд мог прилететь ко мне, к комментатору сегодняшней встречи. Кстати, Сергей Гриценко. Напомню, меня зовут. Ну, каркас спорткомплекса «Пионер» удержал его в рамках игровой площадки. И так, по центрально-защитницки я свой войд выбил. Так, с фразой «вышли» можно было выбить этот мяч. Ой, какая проникающая передача девятого номера Верчака Олега на восьмого номера Ярыгина Семена. И Семен добился своего. И на последней минуте сократил разрыв в счете. 2-1. Первый тайм закончен. Куда нажать? Там, где батарейка. Дорогие друзья, мы продолжаем трансляцию с матча. СВ Войт драфт. Игра 10-й и 11-й лиги. И уже розыгрышем мяча с центра поля команда СВ Войт начала свою атаку в этой встрече. Напомню, что по итогам первого периода этой игры со счетом 2-1 выигрывает СВ Войт. Причем команда Драфт, мяч, который сократил разрыв в счете, забила на последней минуте первого тайма. Прекрасное взаимопонимание продемонстрировали игроки этой команды под номерами 8 и 9. Верчак и Ярыгин. И Ярыгину удалось нанести результативный удар. 2-1. Достаточно упорная борьба. Напомню, как проходил первый тайм. Драфт достаточно много контролировал мяч, но не наносил опасных ударов поворотом. А в двух разящих контратаках СВ Войт забил два своих мяча. Один был забит с пенальти, но героем эпизода был летучий Валентин, который своим проходом заставил вратаря нарушить правила в рамках своей штрафной площадки. А во втором эпизоде грамотная результативная игра игроков позволила 2-0 им вести в этой встрече. Тоже там опасный был эпизод во втором мяче на добивание. Здорово сработал номер 88 Плесун Дмитрий. Ну, так же, как я уже упоминал, на последней минуте сократил драфт. Разрыв в счете. Драфт, который до начала этой встречи считался фаворитом в этой паре. Но не ищите логики в футболе, собственно, как и в футзале. Не все прогнозы реализовываются, далеко не все. Поэтому сейчас пока что ведет команда СВ Войт. Ну, до конца встречи еще целых. Ну, уже не 25 минут, уже 22 минуты встречи. Только что был опаснейший момент в исполнении команды СВ Войт. СВ Войт. Опять Плесун Дмитрий был на добивании своего коллектива. А проход осуществлял Боби и Максим. Ну, все обошлось для команды драфт. Поэтому счет без изменений 2-1. Что это, пас назад, мне кажется, был? Пас назад через вратаря вернули? Драфтовцы. Перехват. Перехват Боби и Максим снова. Снова искал в штрафной площадке Плясуна. Ну, надо было забивать. А вот не забиваешь ты, забивают тебе. Комбинация стенка. Четвертый и десятый номера. Команды драфт. Грузы Мидзе Тенгиз и Пылы Пруслан. Прекрасно разыграли комбинацию. И футзалист Грузы Мидзе. Точным ударом сравнял счет встречи. 2-2. 2-2. Вот только что закончился эпизод, в котором должны были забить мяч СВ Войт. И тут же в ответной контратаке просто мгновенно драфт наказал игроков СВ Войта за то, что они плохо распорядились мячом в том эпизоде, в котором это нужно было сделать по-другому. Да, немножко подкачало эффективность, техническое мастерство игроков Войта. В первом тайме они таких эпизодов не упускали. Ну что ж, ничего. Позиционная атака СВ Войта контролирует мяч. Валентин летучий, без разбора, развернулся, посмотрел на вратаря и пробил свободный угол. Под ближнюю штангу наносил удар. Заготовка СВ Войта при розыгрыше углового удара. Опасно. Где-то там на дальней искали партнеры Прудникова и Виталия. Но эпизод закончен. Мяч контролирует драфт. Сейчас введение мяча из аута. Судья отводит на положенное расстояние футболистов команды противника. Напомню составы команд. Я их называл в начале встречи и так СВ Войт. Летучий Валентин номер два. Тацикян Саят номер пять. Чебанов Алексей седьмой номер. Войтенко Павел восемь. Прудников Виталий десятый. Одиннадцатый Милентьев Евгений. Только что не принял мяч Пономеренко Артем. Номер один Чубенко Александр. И две семерки, две восьмерки. Баби Максим, Плясун Дмитрий соответственно. Это состав команды СВ Войт. Нарушение правил. Нарушение правил драфта. Там очень корректно проходит поединок могу сказать. Состав команды драфт. Горелов Игорь номер один. Груземидзе Тенгиз. Герой. Автор второго забитого мяча. Номер десять. Верчак Олег девятый. Одиннадцатый Сулейман Рустам. Восьмой Ярыгин Семен. Второй Серый Сергей. И двадцать пятый Пуркало Андрей. Четвертый Пылык Руслан. Пятый Мативасян Артур. В состав команды драфт. Закончу мысль. В очень корректной борьбе проходит поединок. Команды достаточно корректно относятся. Нет контактов на грани нанесения травмы. В общем-то борьба упорная, мужская борьба, атлетичность. Но все в рамках правил. Поэтому бригаде арбитров, напомню, Абрамову Виктору и Ващуку Сергею, ну, достаточно, мне кажется, комфортно обслуживать этот поединок. К ним также нет никаких претензий, я думаю, ни у коллективов, ни у кого. Встреча проходит в спокойном режиме. Я смотрю игрок СВ Войта, вратарь. Чибанов Александр лишил, даже начал подходить к центру поля. План, я так понимаю, есть запасной у СВ Войта. Это подключение пятого вратаря, то есть без участия полевого игрока. Сам Чибанов вратарь пойдет помогать команде добиваться преимущества. Надежно. В контратаку убегал драфт, но надежно сыграл пятнадцатый номер. Панамеренко Артем разрядил обстановку выносом мяча в аут. Затяжную атаку провели СВ Войт. Создали некоторую угрозу воротам драфта, но очередь теперь атаковать драфт. Искал, искал своим пасом пух калангрей. Врывающегося игрока хотел проникающим пасом создать возможность партнеру по команде ворваться в штрафную для нанесения удара. Но мяч не прошел. Замысел хороший. Продолжает эта же четверка драфта в составе упомянутых пух кала. К ним еще присоединился номер четвертый Пылып Руслан. Кстати, тоже со-герой. И первого мяча драфта. И десятый номер. Грузомидзе Тенгиз. Вот полный состав этой четверки. На матче присутствует, я насчитаю, 13 болельщиков. То есть даже в такое позднее время любителей футзала матч заинтересовал. Ну что ж, прекрасно. Я думаю, это друзья, партнеры, родственники играющих коллективов. Это здорово. Да, вот нарушение правил. Серый Сергей на игроке, ну грубо сзади. Ударил номера пятого, Тацикяна Саята. Сзади и заслужил наказание. Желтая карточка. Партнеры настоялись, чтобы извинился игрок перед противником. Поэтому, опять же повторюсь, очень в рамках правил, очень корректно проходит встреча. Нарушение правил, игроки не оспаривают решение арбитров, адекватно реагируют на оценку игровых эпизодов. Войт контролирует мяч. Уже прошло 14 минут во втором тайме. То есть половина тайма позади. Вон по фолам как раз счет 0-2. Пользуя свой Войта. А счет на табло по мячам равный 2-2. Ну так что? Войт пойдет в атаку. Пойдет в атаку. Нужны им 3 очка. Или ничейный результат по итогам этой встречи устраивает коллектив? В штрафной площадке Плясуна Дмитрия нашел вратарь СВ Войта. Угловой удар. Угловой удар. И опять вдвоем. Такая пара, видно, взаимодействие. Плясун и Бабий. Хорошо понимают друг друга игроки. Цацикян Цаят хотел обострить эпизод. Но только аут. Расстрел на дальнюю. Достаточно стандартная комбинация СВ Войта. Видно, что наиграно. Сейчас проходит временной отрезок, где СВ Войт больше контролирует мяч. Я бы отметил, что коллектив взял под контроль. Может быть установка командная. Прессингом возвращать себе мяч. И больше контролировать, разыгрывать мяч. Выводить партнера на удар. Драфт пока больше защищается. Занял более защитную позицию. Прекрасный технический элемент провел номер семь. Чабанов Алексей прорывался в страшную площадку, но устранил угрозу. Устранил угрозу номер один Горелов Игорь. И сразу искал партнера своей команды в чужой штрафной площадке. В перерыве игроки СВ Войта достаточно эмоционально обсуждали прохождение, ну, игровые эпизоды первого тайма. Делали акцент на коллективных действиях. И в защите, и в атаке. Ну, вот, смотрим, что во втором тайме, наверное, больше коллективных действий добавилось. Хотя пропустили один мяч игроки СВ Войта. Но, мне кажется, как раз во втором тайме они выглядят более монолитным коллективом, чем это было в первом. Комбинация стенка. Реальный шанс имел Мотивасян Артур вывести свою команду вперед. Вывели его партнеры стенкой, таким техническим элементом, как стенка, на удар, но не реализовал Артур. Еще один эпизод. Проводит ротацию состав. Несколько опасных моментов возникло у СВ Войта. Сразу же проводит ротацию игроков, выпуская более отдохнувших футзалистов. Видит капитан команды или, может, коллектив сам принимает решение, что футзалисты начали проседать чуть-чуть. Драфт перехватил инициативу. Пять метров требует игрок. Требует судью отвести на положенные пять метров. Ищут и... Да! Прекрасная комбинация. Яргин Семен вывел на удар пятого номера, пятого Мотивасяна Артура. И тот все-таки реализовал игровой перевес своей команды. 3-2. Да, вот вам и перевернулось все. Камбэк осуществил драфт. После счета 2-0 методично, спокойно перевел игру на половину противника, на половину площадку. Создал несколько опасных моментов. И вот уже 3-2. Прогноз организаторов Кубка Универс бывает. Все-таки... СВ Войт был против, но 3-2 уже выигрывает драфт. И... Ну, на Ютубе. На Ютубе, да. Родионов Виктор присоединился к нам в рамках трансляции. Задал пару уточняющих вопросов. И вместе с ним мы смотрим за атакой СВ Войта. А теперь уже за атакой драфта, где 25-й номер пускал Андрей, наносил удар поворотом, заблокированный в самоотверженном прыжке игроком команды Войт. Это был Плясун Дмитрий. И взяли минутный перерыв. Игроки владеющим мячом, команда драфт, будут разыгрывать после него угловой. Похоже, будет тактическая заготовка. Тренер дает последние инструкции. Наверное, уже определился с составом, который будет реализовывать этот элемент футзала. Вот мяча. Из углового. Угловой удар. И игроки пошли по позициям. Свисток арбитра. Надо вводить мяч. Ну, посмотрим. Посмотрим на заготовку. И... Ну, замысел понятен. Был заслон. На прострел выводили игрока драфта, но не все состоялось. Удар был заблокирован. Поэтому продолжается уже позиционная атака драфта. Слышен голос Абрамова Виктора. Зеленый аут. Повествующий нам о том, что в этом эпизоде мячом будут владеть игроки команды драфт. Семь минут до конца встречи. Ну, семь. Немножко больше. Семь полных минут. И драфт создает очередной опасный момент в контратаке. Да, немножко разладилось у Войта. На столба. Прекрасно выбросил мяч. И... Было ли касание руки? Значит, столбом в этой ситуации выступал... Выступал пятнадцатый номер Пономаренко Артем. Но таким столбом не фонарным, а именно футзальным столбом. Игроком, фактурным, принимающим мяч чужой штрафной, сбрасывающим под удар. Вот удар. Я не увидел, кто наносил из игроков удар. Но реальный был эпизод, который мог привести к взятию ворот драфта. И мяч, мне показалось, мог попасть в руку игрока драфта. Ну что ж, нам арбитрам виднее. Мне здесь дальше. Вполне возможно, я ошибаюсь. Драфт контролирует мяч. Точные пасы игроков. Мяч даже поднят. Опустили его игроки. И Войт начинает свою атаку. Технический брак игрока. СВ Войтон. Номер 10. Прудников Виталий. Раздосадован, наверное, такой обработкой, собственной обработкой мяча. Ну что ж, теперь нужно отбирать. Отбирать. Должна, я думаю, прозвучать какая-то команда. Прессинг. Чтобы игроки поняли, что нужно выжимать. Не особо раздумывал девятый номер в рычаг Олег. И решил нанести удар по воротам. Перекладина. Вот как раз, мне кажется, из-за неожиданности удара он имел такой успех. Очень опасный удар. Так, драфт продолжает контролировать мяч. Как раз, мне кажется, самая результативная четверка в этом матче драфта. В составе номеров 9, 11, 5 и 8. Так, драфт владеет мячом. Судья указывает направление, куда должна проводиться атака, какая из команды владеет мячом. Вот уже поменялись команды в ролях. Войт начал свою атаку. Ну и крайне неудачно. Крайне неудачно. Виталь, пятый номер, Тацикян Цаят. Неудачно искал партнера. Потеря мяча. Четыре с половиной минуты до конца встречи. Три-два. Ведет драфт. Неуверенную атаку проводил СВ Войт. И мяч уже за боковой линией. Правда, быстро они его потеряли. И седьмой. Но опаснейший момент. Чебанов Алексей прорывался по бровке и наносил достаточно острого угла удар, но искал девятку. Девятку противоположную. Девятку ворот противника. Сняли обувь с игрока драфта. Мотивосяна Артура. Сняли обувь противников. Судья остановил. Остановил игру. Позволил восстановить игроку амуницию футзальную. Футзальную. И матч продолжился. Опять партнеры выводили Рустама. Одиннадцатый номер. Сулеймана Рустама. Выводили нау... Сулеймана, простите. Да простит, игрок Сулейман Рустам. Он должен был сейчас укреплять, увеличивать отрыв своей команды, увеличивать разрыв в счете. Но не реализовал момент. Громко крикнул вратарь драфта я, но в эпизоде сыграл партнер по команде. Немножко на навал превратились действия Войта. Атакующие действия этой команды превратились на ворота противника. Разыгрывается мяч и дальше наносится заброс мяча, где игроки атакующей группы борются с вратарем визави противника. Ну, сейчас такой розыгрыш проводит Войт. Несколько было таких навальных атак. Теперь была попытка провести позиционное наступление. Поменялись уже игроки команды драфт. Другая четверка. Пухкало Андрей. И наносили удар поворотом противника. И после потери мяча была достаточно опасная контратака Войта. Минута и 8 секунд остается до конца встречи. Драфт контролирует мяч. Не думаю, что это положение устраивает положение вещей с Войта. Но не видно активных действий. Ну что, вратарь. Вратарь должен разонять счет. Судья открыл счет. Очень надежно. Очень надежно Горелов Игорь выносит мяч. Итак, 44 секунды. Ну, наверное, надо взять минутный перерыв и провести какие-то атакующие действия. С прострелом на дальнюю или нет. Бой принимает решение разыгрывать в стандартном режиме мяч. Будет введен еще один аут. 26 секунд. Время тает. Все, перешли через половину поля. Присоединился вратарь. Но это никуда не годится. Чибанов Алексей. Очень неудачным ударом завершал атакующие действия партнеров. Не думаю, что он сам доволен своими действиями. Да и партнеры понимают, что время на исходе. Звучит финальная сирена. Матч закончен. С счетом 3-2 победила команда Драфт. Спасибо за внимание. С вами был Сергей Гриценко. Любите футбол. Играйте в Кубки ФК Универс. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok.